Всем привет, друзья! Бывает, что отсутствуют метки в МТ или ГРМ. Ну или вы не можете их найти, или кажется, что они неправильно расположены. В общем, есть какие-то сомнения, подозрения, что что-то не так. Или, возможно, детали вообще от другого автомобиля. Такое часто бывает. Есть простой народный способ, как выставить метки. Он очень старый. Начинаем с меток в МТ. Откручиваем свечу на первом цилиндре. Затем в свечное отверстие аккуратно вставляем отвертку или металлический стержень. Так, теперь у меня вот такой ключ. Крутим коленвал. Держим ровно по ходу поршня, чтобы не было перекоса. Затем поднимаем первый поршень вверх. И ловим момент, когда поршень окажется в самом верху, но еще не начнет опускаться. Поймать нужно этот момент. Это и есть в МТ. Далее проверяем метки ГРМ. Снимаем, откручиваем и снимаем клапанную крышку. И смотрим, в каком положении находятся кулачки распредвала. Кулачки должны смотреть вверх и в стороны. Они не должны давить на клапана. Клапана при этом, естественно, закрыты. В этом положении видно, что поршень первого цилиндра находится в самом верху, но кулачки распредвала при этом не давят на клапана. Они находятся вверх и в сторону. Ну вот как-то так. Если нет меток или нет уверенности, что они выставлены правильно, таким способом можно проверить. Так сказать, подстраховаться. Если двигатель с трамблером, то при совмещении меток ГРМ и ВМТ бегунок на трамблере должен смотреть в район риски на корпусе трамблера, что соответствует первому высоковольтному проводу на крышке трамблера. Затем уже, если нужно, выставлять зажигание. Способ очень старый и безотказный, как автомат Калашникова. Пишите комментарии, что вы думаете на этот счет. Какие еще есть способы. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok